Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас прямой эфир, как всегда, по вторникам. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Мы иногда с Алексеем задаем сами какую-то тему, но смелые телезрители, да, или кто уже не впервые звонит нам, всегда предлагают какие-то свои очень интересные жизненные истории, ситуации и темы. Я соглашусь, ради разговора эта передача и задумывалась, и слово «разговор» стоит в названии передачи. Без разговора, без какого-то общения определенного здесь никуда. Ну, иначе это будет какое-то унылое, на мой взгляд, повествование. Хотя, ну, может быть, не обязательно унылое. Люди же слушают иногда целые длинные лекции, по час, по полтора. Но у нас такая нелекционная все-таки форма, да. Так что мы ждем вас, звоните. Я вспоминаю последние две передачи. У нас было много звонков, ну, относительно, скажем, предыдущих передач. И я обдумывал, что же изменилось. И в прошлый раз я об этом заговорил, что изменилось то, что мы начали говорить на злободневную тему, вернулись к злободневной теме ковида. И в связи с этим масса вопросов я просто немножко подсоберу то, о чем мы говорили в прошлых передачах, в начале нынешней. Может быть, чтобы от этого оттолкнуться. Вот. И, во-первых, я думаю, что это действительно продолжает беспокоить людей с разных сторон. И в плане того, что делать, это один из первых вопросов. Вот я вспоминаю мужчину, который звонил нам в прошлые передачи. Ну, это тема ковида, да? Ну, да. Да. Мужчина звонил нам в начале прошлой передачи и, в общем, говорил, что делать. То есть кажется, что на какие-то насущные вопросы, очевидно, нужно ответить какими-то действиями. Ну, например, там, закрыть границы, да, перестать пускать, там, иностранцев, еще что-то. Ну, какие-то вещи. Вот я почему об этом говорю в психотерапии? Это очень частый момент, когда люди приходят, они, в первую очередь, конечно, задают вопрос, что делать. То есть они сначала рассказывают историю какую-то свою, да, потом на вопрос, что привело вас в связи с этой историей, они очень часто задают вопрос, а что делать? Что мне делать с ребенком? Что мне делать с каким-то симптомом, да? Что мне делать там еще с чем-то, с лекарствами, состояниями? Вот. И этот момент очень важный заключается в том, что, и часть работы психотерапевта и психолога в этом моменте скрыта, да, в каком? Люди очень часто задают вопрос, что делать, потому что не очень понимают, что происходит. И вот между этими двумя моментами очень серьезная связь, потому что, когда люди начинают лучше понимать, что происходит, у них не возникает вопроса к другим людям, что делать. Они сами, ну, знают, что делать. Сами с усами, да? Да, что делать, исходя из своей собственной ситуации. Когда они не владеют информацией, то вот такой пустой, по большому счету, вопрос, что делать, возникает. Мы, конечно, иногда этот вопрос, ну, в плохом смысле поддерживаем. Мы, я имею в виду специалисты, да, начинаем говорить, а что действительно делать. Встать, идти, думать, смотреть, ну, да, ну, и это целую историю порождает. То, что вы мне сказали в прошлый раз, мне это не помогло, скажите мне теперь, что делать в этот раз, да? Ну, в общем, так, если в общих словах, а работа психолога, психотерапевта очень часто заключается в том, чтобы вопрос, что делать, перевести в вопрос, а что происходит, как вы это понимаете, да, как вы понимаете эту ситуацию, в которой вы хотите что-то делать. И тогда этот вопрос, ну, направляет людей по пути поиска тех самых пониманий, каких-то внутренних согласований и так далее. Вот, да, какие-то такие моменты. Интересно, в прошлой программе нам не удалось обсудить это сразу после звонка, потому что последовал очередной звонок, и нам пришлось переключиться на другую тему. Но наш телезритель, который, по сути, через нашу программу обратился к властям с некой такой обидой, с претензиями, почему ограничивают передвижение пожилых людей 60-65+, то есть, вот, да, не дают им развернуться. Но при этом он озвучил, как ему кажется, ну, на его взгляд, очевидную вещь, что надо перекрыть, ну, целые города и страны, в общем-то, да, как-то вот тоже ограничить передвижение. И, ну, в этом есть определенные противоречия, да, где я жалуюсь на ограничения, но при этом я предлагаю еще большее ограничение. А мне кажется, в этом есть какая-то внутренняя справедливость человека. Если вы ограничиваете меня, если я ограничен в перемещениях, значит, должен быть в перемещениях ограничен кто-то еще. Ну, это что-то про справедливость, наверное, про внутреннюю. Или, говоря другими словами, если, ну, почему я должен страдать за то, что, почему я должен страдать отсутствием или ограничением перемещений за то, что кто-то перемещается. Ведь здесь есть, я думаю, прямая осознаваемая или неосознаваемая такая ассоциация, да, они двигаются там за мой счет, ну, они там перемещаются, ну, в каком-то смысле, не в денежном смысле, да, за мой счет, а за счет того, что я вынужден сидеть и, ну, прятаться, ограничивать и так далее. И они поэтому перемещаются. Если мы им запретим там перемещаться, то моей свободы будет побольше, да, ну, инфекции будет поменьше, моей свободы будет побольше, во-первых, а во-вторых, мы будем в равных позициях. Это еще к разговору, я думаю, о раздражении еще одной женщины, которая нам звонила и говорила о неравенстве позиций, да, ну, у кого-то, почему показывают богатые какие-то там особняки и так далее. Ну, а зачем нам? Телевидение транслирует богатство других людей. Ну, вот, да. Такой был вопрос. Вот, так что мы здесь с Еленой начали варить сегодняшнюю кашу, ждем ваших каких-то включений, ваших звонков. Перейду к делу вот к какому. Сегодня перед передачей Елена меня спросила, Алексей, вы помните про тарелки? И я, наверное, продолжу эту историю. Про грязные тарелки. Про грязные тарелки, да. Продолжу эту историю, может быть, она будет кому-то из вас интересна. Вкратце, вначале это звучало так, приходит на прием женщина, ну, допустим, ей где-то 55, может быть, 60, у нее взрослый ребенок, ну, где-то, может быть, 30-35. Этот ребенок живет с ними, с ней и ее мужем. Он не выходит из дома или выходит крайне редко, но аргументирует это нынешней такой опасной ковидной ситуацией. Вот, то ли работает, то ли не работает. С работой тоже сейчас сложно у людей, он тоже об этом говорит. И у этой женщины беспокойство о том, что, в общем, ей кажется, что он так засиделся дома и немножко, он так регрессировал, немножко откатился в социальном смысле каком-то, да. Вот, и, ну, перечисляя какие-то особенности их общежития, она говорит, ну, вот он в своей комнате сидит вплоть до того, что он не моет посуду за собой. То есть, грязные тарелки, те самые грязные тарелки, о которых мы начали говорить, они вот остаются. То есть, посуда становится таким камнем преткновения. Она не становится камнем. По большому счету, в разговоре, я сейчас, может быть, это поясню, она не становится камнем преткновения, но, почему я о ней заговорил, она становится, на мой взгляд, очень хорошим маркером, таким, такой лакмусовой бумажкой, помним, химию. Да, то есть, неким таким событием, которое показывает положение дел в семье. То есть, почему это интересно? Потому что это, вроде бы, казалось маленькое событие, ну, совершенно несущественное. Фу, какие-то грязные тарелки. Это не устроиться на работу, это не начать новую жизнь, это не жениться. Ну, это те события, которых эта женщина ждет от своего сына. Это всего-навсего грязные тарелки. Она их моет, в том числе за этим взрослым сыном. Жалуется на то, что сын, ну, вот, практически не хочет в готовке участвовать, да, не вкладывается там деньгами. И я ее спросил, ну, почему вы моете тарелки его, и там, и что будет, если вы не будете мыть? И, в общем, этот вопрос несколько озадачил женщину. Она сказала, ну, ничего, наверное, не будет. Он возьмет другие. Я сказал, ну, а вы так когда-нибудь делали, спрашиваю я, по ее задачному виду, мне кажется, что она не понимает, как мой вопрос связан с тем, что она перед этим развернула в ситуации с сыном. Она говорит, ну, нет, я никогда не делала. Я говорю, ну, а как так происходит? Она говорит, ну, вот, вся, ну, так сказать, посуда грязная лежит, я ее мою и так далее. Я говорю, ну, вы же знаете, где тарелка, из которой ел он, и тарелка, из которой ели вы, например? Она говорит, ну, знаю, конечно. Я говорю, ну, и как вы, так сказать, почему все вместе? Она говорит, ну, я автоматически это делаю, я что-то там вот думаю. Я говорю, хорошо, если вы не будете мыть эту тарелку, что произойдет дальше? Она говорит, она не сдается. Она говорит, ну, в общем, ничего, наверное, но только, знаете, там, через час я начну готовить. Она мне будет мешать. И я ее, если я ее куда-то поставлю, она мне будет просто на кухне мешать. Ее надо помыть и положить куда-то на место. Я говорю, ну, хорошо, можно сделать так, чтобы она вам не мешала, но вы ее не помыли. Ну, не знаю, вы кладете ее в специальный пакетик и, ну, не знаю, куда-то в уголок ставите, например, да, тарелку, ложку, там, что еще, кружку. Ну, вот, куда-то в уголок кухни или в уголок коридора. Ну, все знают, что там посуда вашего ребенка, да, вот эта грязная тарелка. Я говорю, что будет дальше? Она говорит, ну, я не знаю. Ну, вообще, говорит, если я не успеваю помыть, он берет другую тарелку, у нас несколько тарелок дома, и снова из нее ест, и она снова остается грязной. Я говорю, ну, хорошо, а если вы эту же тарелку положите к той дополнительно, ну, там будет какое-то количество, ведь сервис или что-то там со временем закончится. Вот, и мы с ней двигаемся по пути вот этой самой фантазии, что будет, если грязные тарелки сына отделятся от грязных тарелок родителей и будут существовать своей собственной жизнью. Она обдумывает эту идею, говорит, это тоже интересная часть, часто она встречается в работе, она говорит, вы хотите сказать, ну, как будто это моя мысль, хотя я эту мысль не выражал прямо, она сказала... У нас звонок, Алексей, вы... Да, хорошо, да, это будет сериал, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Меня зовут Александра. Да, Александра, здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос, я вот, меня все время интересует, я не понимаю, вот что такое отношение между психотерапевтом и его клиентом? То есть это могут быть отношения как к друзей или отношения к психотерапевту как к учителю, какому-то, вот более высшему, как бы, как к врачу. Как и туда столкнуться и стали психотерапией или не такого, какой-то, да. Александра, вы, да, вас становится хуже слышно, как будто вы выходите из какой-то зоны, где, ну, прием лучше. Если это так, вернитесь, пожалуйста. У вас есть какое-то свое понимание об этом вопросе? Что это значит, что это за отношения? Алло. Соединение восстанавливается. Александр, если у вас есть возможность, перезвоните нам, а мы пока с Алексеем начнем, наверное, отвечать, не выяснив. Мне очень понравился вот этот женский голос, соединение восстанавливается. Я думаю, что его все знают. И, в общем, оно, этот голос вселяет надежду, что через какое-то время что-то прояснится, что в связи с этим соединением... Да, вот я к этому, да, то есть вот эти отношения, которые, ну, прервались в связи, там, с какими-то обстоятельствами, они восстановятся. Вопрос Александры очень важный, очень хороший и действительно ставящий иногда людей, которые приходят в терапию в тупик. Какие могут быть отношения между психотерапевтом и пациентом или клиентом? Почему? Люди вкладывают разные понятия в это слово, наверное, да? Сведение языков какое-то должно произойти между клиентом и специалистом. Я думаю, что здесь действительно, для меня это так, как вы говорите, это сведение языков. Я думаю, что те люди, у которых слово отношения подразумевает, ну, близкие отношения или... Иногда интимные отношения. Интимные или, ну, какие-то, какую-то связь, которая очевидна для людей, то все остальное не является отношениями. Мне в этом смысле больше нравится идея Грегори Бейтсона, такой был замечательный антрополог, философ, психотерапией он не занимался, но сильно повлиял. Да, сильно повлиял на психотерапию. Он говорил о том, что в природе невозможны, как это, события или связи без отношений. То есть все друг с другом каким-то образом соотносится. Вот только каким образом соотносится, да, влияет друг на друга, определяет друг друга. В этом смысле отношения между психотерапевтом и клиентом в узком смысле очерчены их договоренностями и, ну, этическими какими-то, да, моментами и так называемым запросом. То есть что значит? Человек пришел, он говорит, чего он хотел бы достичь, психотерапевт, психолог что-то спрашивает. Они согласовывают эту цель, вместе согласовывают, делая ее реалистичной для двух людей. Примерно согласовывают условия, которые будут способствовать тому, что они будут двигаться к этой цели. Ну, например, они согласовывают, что они собираются в одном кабинете примерно, ну, там, раз в неделю. Это отношения, ну, безусловно, отношения, да. В каком-то смысле они жмут друг другу руки, ну, так, виртуально. То есть в каком-то смысле они друг другу говорят, каждый из нас будет следовать тем договоренностям, которые мы согласовали. Они будут встречаться какое-то количество раз. Они не будут делать ничего, кроме того, что они будут разговаривать в пределах кабинета. Ну, может быть, они, в зависимости от психотерапии, может быть, они будут какие-то эксперименты ставить, я имею в виду, психологического характера. Ну, например, там есть такое упражнение «горячий стул», да. Ну, то есть это похоже на какую-то сценку, да. Может быть, они, он будет сидеть, психотерапевт, тот будет полулежать, да, с полуприкрытыми глазами и фантазировать о чем-то. Но в основном это тоже договоренность. Они в рамках психотерапии будут разговаривать. Со временем внутри этой диады, внутри этого разговора будет формироваться так или иначе, ну, дай бог, может быть, доверительное отношение. Да, есть такое доверительное отношение. То есть что это значит? Значит, они выяснят, может быть, не сразу, а с некоторыми, в некоторых парах это происходит очень не сразу. Они выяснят, что они могут доверять друг другу настолько, что они могут говорить друг другу те, озвучивать те мысли и переживания, которые их беспокоят. Значит, не опасаясь, ну, например, со стороны пациента, что доктор вызовет скорую помощь, если пациент ему расскажет о каких-то, ну, может быть, преступных мыслях, да. Знаете, доктор, мне, меня преследует фантазия о том, что я хочу разбить витрину и украсть какую-то там дорогую картину, да. Ну, для того, чтобы об этом сказать, чтобы тот человек, который сидит напротив, не счел меня действительно сумасшедшим, должно пройти какое-то время, чтобы я мог ему об этом сказать. Или я могу ему сказать, вы знаете, доктор, то, что вы мне сейчас говорите, мне не очень нравится, да, или, вы знаете, я, сегодня я зол на вас. Да, то, что я вот эту идею как раз хотела озвучить. Доктор, чувствую, что последние несколько консультаций вы меня бесите. Отношения это, я... Ну, это, наверное, уже как раз показатель доверительных отношений, как вы сказали. Когда клиент-пациент способен про агрессию говорить. Ну, в общем, наверное, да, они могут быть формальные, они могут быть доверительные. Тут вот этот, квалифицировать эти отношения однозначно, мне кажется, не всегда получится и, может быть, не всегда нужно. То есть сказать, что они однозначно доверительные, ну, в чем-то они. В сегодняшнем разговоре они могут быть доверительные, а на следующий день они могут быть максимально холодными, отстраненными. Но все равно это отношения, да? Вот вы говорите, отношения всегда между всем и вся формируются. Другое дело, что содержание этих отношений, оно всегда индивидуально. И, наверное, вкладываются в это содержание оба, как специалист, так и пациент. Я скажу так, что можно принимать эту идею или не принимать. Я имею в виду идею о том, что отношения существуют между, ну, всеми элементами мира, скажем так, да. В данном случае отношения между терапевтом и его пациентом. Можно разделять эту идею или не разделять. Это на вкус и цвет, как говорится. Но я знаю, что если пользоваться этой идеей в терапии, то есть думать, каким образом, ну, например, если я пациент, каким образом, не знаю, рубашка доктора влияет на то, что я сейчас рассказываю. И, в общем, может ли она повлиять, ну, расстегнутая пуговица или он застегнут на все пуговицы, да, ну, так, строго очень. Или она, или он в свитере, или он в пиджаке, да. Может быть, сегодня он в пиджаке, он может быть на какое-то официальное мероприятие. Я не знаю, что угодно, встречается он со мной взглядом или не встречается. Это важно, да. Может быть, он сегодня в пиджаке, он на какое-то официальное мероприятие собирается, это моя фантазия как пациента. И, может быть, ему не совсем до меня сегодня, может быть, он думает о чем-то другом. И, может быть, то, что я хочу ему рассказать, я расскажу в следующий раз, когда он не будет торопиться и поглядывать на часы. Когда он придет в своем привычном свитере, может быть, да, заварит кофе или чай поставит и, ну, будет более расположен. Так вот, идея о том, что у нас есть отношения, мы друг на друга влияем, она расширяет возможности понимания. Мы сегодня же начали говорить о понимании. При этом, ну, я не знаю, поддержите меня в этой идее. Зачастую бывает, заканчивается терапия, ну, или ставит многоточие, да, специалист-пациент, пациент уходит, но потом через какое-то время обнаруживает, что отношения с психотерапевтом или с психологом, они продолжают оставаться частью его жизни, потому что какую-то оценку событий в своей жизни он дает, возможно, словами специалиста, да, или обнаруживает, что в голове у него созревает вопрос именно в той формулировке, в которой задал бы ее специалист. Вот если у них там какая-то коммуникация сложилась, да, и какие-то формы прояснения. Это вот когда фигура специалиста, она как-то уже встраивается во внутренний мир пациента, клиента, и эти отношения, они вот остаются с человеком на достаточно длительности. Они, как говорят психологи, интернализируются, да, ну, в общем, становятся внутренними, интернализуются. Я бы еще вот о чем сказал в ответ Александре о том, о чем она говорила. Она спросила, ну, становится ли специалист. Она про дружбу спросила, это что, вот отношение дружбы или какой-то такой фигуры? Ну, учителя, например, да. Да, она очень значимая фигура. Я думаю, что терапия или огромный ресурс терапии, огромная замечательная возможность, где терапия имеет огромную замечательную возможность как пространство, как практика определенная, да, человеческая, где мы можем об этом говорить, где пациент может сказать, слушайте, мне кажется, что если он до этого додумался, а специалист может ему помочь, и специалист о чем-то думает. Вы знаете, мне кажется, что я хожу к вам уже, я не понимаю, то ли как к доктору, то ли как к другу. Может быть, задан ответный вопрос. Это хорошо, плохо, как это для вас, как вы? Вы знаете, с одной стороны, может быть, это хорошо, я больше начинаю вам доверять, с другой стороны, меня это настораживает, потому что я знаю, что наша терапия должна будет закончиться, и я потеряю друга, и я уже беспокоюсь по этому поводу. А я, например, знаю, как это тяжело терять друзей. Или, например, я знаю, что если вы станете мне другом, возможно, я захочу больше к вам ходить, или дольше к вам ходить, не только как к специалисту, а еще как к другу, и это может привести к моей зависимости в отношении вас, да, мне будет вас не хватать. То есть это уже вот такие вперед бегущие фантазии про наши отношения, а как это будет потом. И попытка, наверное, подстелить соломку, чтобы в какую бы сторону не пошли эти отношения, ну, их развитие, они, ну, не принесли бы боли, да, разочарование какого-то, или вот переживание, чувство утраты. Когда я, как пациент, способен эти мысли озвучить, они уже не вперед бегущие. Я уже, ну, освоил их, я уже могу говорить об этом. Та перспектива, которая меня пугала, которую я описываю, уже схвачена моим языком, и я уже могу об этом говорить. Я могу уже об этом говорить со специалистом. И специалисты, подготовленные люди, в общем, это люди, которые готовы на эти темы разговаривать. Они заточены под это, да, они свою жизнь, свое профессиональное время тратят на то, чтобы знать, что для людей эти темы важные, потому что для них, для специалистов, это тоже важные темы, да, и уметь об этом говорить. Определенные умения здесь действительно нужны. Или человек говорит, вы знаете, почему-то ваше мнение для меня становится слишком большим, и я начинаю ваши слова воспринимать как руководство к действию. И, с одной стороны, например, мне тоже это нравится, то есть я знаю, что мне делать, а с другой, всегда же есть вот это вот, да, можно рассмотреть. А с другой стороны, это меня беспокоит, потому что это парализует мою собственную активность, потому что, пытаясь что-то сделать, я сразу или не сразу в своей голове представляю, что вы скажете по этому поводу, одобрите или не одобрите. То есть это все равно какая-то определенная форма зависимости. Я думаю, что это, мы все через эту зависимость проходим, и зависимость не в том, чтобы специалист заехал в голову, зависимость, или другой человек, зависимость в том, что я не могу сделать ничего, чтобы он вовремя оттуда выехал. Чтобы в тот момент, когда наша терапия закончилась, я сказал, слушайте, это время было очень важным, дорогим для меня и в финансовом смысле, и в человеческом, да, но теперь мы прощаемся, может быть, как друзья, может быть, как коллеги такие, да, но наши дороги дальше расходятся, да. Вот, и это ситуация, в которой специалист может выехать из головы пациента. Это мы уже знаем… С вещами. С вещами. С вещами на выход, да. Ну, естественно, в каком-то виде люди помнят друг о друге, но люди, очевидно, для себя разделяют память болезненную, где они тянутся в памяти к другому человеку, то есть что-то осталось в этой связи. И память такую светлую, теплую, где они с удовольствием видятся в большом городе, например, да, но не чувствуют, что это что-то, что нужно, вот, ну, что-то, что делает их несамостоятельными, там, да. Но при этом сохраняют, вот вы говорите про светлые, вот этот потенциал, опыт прожитого вместе, да, когда он помогает человеку, независимо от изменений в его жизни, уже как-то, ну, сохранять устойчивость, где-то гибкость. Ну, я имею в виду те как раз навыки, которые формируются у людей в процессе психотерапии. Ну, в общем, да, да, поэтому спасибо, Александра, вам за вопрос. Да, очень емкий, но при этом было понятно, что наше ограничение по времени не позволяет в полной мере про эту тему поговорить с разных сторон. Ну, спасибо, Александра, вам за вопрос, действительно. Я думаю, что этот вопрос достоин того, чтобы его задавать в кабинете психотерапевта, да, потому что иногда людям, которые приходят, они не знают об этом пока, да, что у нас мало времени. Очень, несколько секунд. Ну, в общем, спасибо. Говорим про отношения, про грязные тарелки продолжим в следующий раз. Я был рад вас слышать хотя бы так вот виртуально. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова